Приветствую вас, мои уважаемые друзья! Здесь можно просмотреть такую тему «Остались ли у бывшего чувства?» И я делаю это в рамках моей рубрики «Три орешка для Золушки». То есть мы посмотрим, раскусим этого вашего бывшего. Иногда так бывает, мы вкладываемся в человека, мы его любим, мы ему помогаем чего-то достичь, мы ему показываем, что такое настоящая любовь, а вот расстались, да, такое бывает. На карта символона, они смотрят очень чётко, правдиво. «Три орешка для Золушки». Такой будет расклад для вас. Раскусить мужчину по трём параметрам. Остались ли у него чувства? Возможно ли встреча, возобновление? Планирует ли он вообще с вами встречаться? Думает ли он ещё о вас? Что он чувствует к вам? Давайте посмотрим. И три совета. Три орешка для него, три орешка для вас. То есть мы посмотрим вот такую тему. Итак. Три карты для него. И три карты для вас. Остались ли у него чувства? Ему сейчас очень плохо. Он как чёрт на сковородке, да, можно сказать, поджаривается. За все грехи и прегрешения в вашу сторону. Но ему сейчас страшно. Ему без вас плохо и ему очень страшно. Остались ли у него чувства? Он хотел бы встретиться. Эта карта Гермеса. Он хотел бы сказать, что ему интересно было знать, как вы живёте. И он знает, что он вам сердце разбил. Снежная королева, да. Он знает, что вам сердце разбил. Так что он не уверен, что вы захотите с ним встретиться. Вот в чём дело. Вот так неожиданно, правда? А ну-ка, с вашей стороны, что карты посоветуют в этом случае? Чаша Грааля. Вам пришлось испытать с ним и спить тяжёлую чашу. Вначале всё было хорошо по этой карте. Вы строили совместные отношения. Любовь была, притяжение было. Проекты на будущее, желания. Всё было. Вы были заботливые. Вы были очень искренние. Вы надеялись на лучший дом, полная чаша. Это что вы строили? Вот радуга на радость, на счастье. Всё. Ну вот чашу пришлось и спить горькую. Конечно, вы расстроены. И не зря он думает, что вы к нему охладели. Потому что есть основания. Но он хотел бы дать о себе знать. Он хотел бы что-то вам, весточку какую-то. Он хотел бы вас видеть. Ему почему-то сейчас страшно. Следующий орешек будет по три орешка для него и для вас. То есть ещё будет вот здесь второй орешек. И для вас совет. Итак, остались ли чувства? Здесь будет сказано. Видите, он в голове всё время прокручивает, что вас могло поссорить. Обстоятельства, третьи лица. И он знает, что такие были. И обстоятельства были, третьи лица были. У разных слушателей по-разному проиграется. Но то, что он знает, что вашим отношениям помешали какие-то тёмные силы, это, несомненно, он чувствует сейчас, что не случайно это было, да. Это была борьба света с тьмой. Вот, пожалуйста, негативное вмешательство, негативное влияние даже работы колдунов. Какой-то подклад был. И я бы даже сказала, на мужчине был какой-то приворот даже. Это женщина сделала. Ну, видно все, девочки, перед вами, да. И, может быть, родственники, здесь раздел имущества, здесь может быть связано что-то с его родственниками. Кому-то было невыгодно, чтобы вы были вместе. Кому-то это было невыгодно из его родней. А ну-ка, с вашей стороны, какой совет? Понимаете, вас достаточно осуждала его родня. Вы столько перенесли, вы столько вот этой грязи выдержали. Несправедливые, нечестные, непорядочные люди. И на красоту вашу зависть дикая была у них. На ваше достоинство внутреннее. На то, что вы умеете своими руками золотыми, своей золотой головой достичь многого. На это все была дикая зависть. Наговоры, сплетни, грязь за вашей спиной. Это, скорее всего, его родня. Его родня или его бывшая. Ну, были люди, да. Были люди, которые постарались в кавычках, чтобы разрушить ваши отношения. Счет третий орешек возьмем. А потом еще здесь будут советы. Вот будет ли встреча, такие всякие вопросы, да. Третий орешек для него. И для вас советы здесь. Эти карты так четко смотрят. Итак, первая карта. Ну, конечно, у него есть страсть еще. Он вспоминает все. Он все помнит, как вчера была. Страсть у него есть. Он хочет показать вам, что он может заработать, и что он изменился. Если он выпивал, вот здесь хочет показать, что он больше не пьет, да. Или если у него какие-то другие привязки были, и что-то, ну, нехорошо себя ввел. Он здесь вот такой святой. Хочет показать, что он святой. Что он уже ушел от этих или плохих привычек, или от этой плохой компании. Он хотел бы, чтобы вы увидели, какой он стал молодец. И что с ним можно еще иметь дело. Вы знаете, такое чувство, что он хочет встретиться, чтобы покрасоваться перед вами, что ли, чтобы доказать вам, что все не так плохо с ним. Может быть, вы сказали, в конце концов, что и почем, да. Это была правда. Но он сейчас хочет, чтобы вы увидели, что на самом деле вот он не такой плохой, как вы думали. Вам советы. Берегите то, что ваше. Знаете, не бросайте хлеб свиньям. Здесь вот можно сказать. Берегите то, что ваше. Вот эта карта говорит, видите, с одной стороны у нас темная сила, здесь грибы такие, как мухоморы. Темная сила здесь, темная сила. А с другой стороны светлая сила. Светлый ангел и темный ангел. Вот этот мужчина, этот партнер, да, у него вот эти две медали. То светлый ангел, то темный. И вы это знаете. Вы это знаете, что за ним такой грешок водится. Поэтому вы ему больше не доверяете. Вы правильно делаете, что вы очень цельная натура. И вот словам вы не верите. Вам нужно дело. Вам нужно, чтобы на деле человек показал, на что он способен. Вот человек раньше не смог этого сделать. Вы очень цельная натура. Вы можете быть богатая. Вы сильная духовно. Очень благородный человек. Так что вам, в принципе, он как бы и не подходит по этим всем параметрам. Но чувства у него точно к вам остались. Вы сами видите по картам. Карты очень красноречивые. Так что по ним все видно даже без слов. Ну вот, три орешка на советы. Какая-то печаль у него. Его сбросили с трона. Видите? Его сбросили с его трона. Ну он, конечно, самовлюбленный был такой. Его сбросили с трона. Он печалится. Он печалится и страдает сейчас. Ну, конечно, он хотел бы, чтобы... Вот видите, идиллия. Чтобы идиллия была между вами. Но он вот не верит, что это возможно, да? Он не верит, что это возможно. Что он вам здорово нервы попортил. Жизнь попортила. Забрала у вас у некоторых годы жизни. Так что можно ли ему верить? Давайте спросим. Еще один орешек можно. Он печалится. Можно ли ему верить? Борьба у него происходит. Вот опять же эти темные светлые силы где-то было, да? Вот борьба происходит. Он знает, что вы, только вы ему искренне преданный друг были. Вот не только там страсть такая вся, любовь, но и искренность, и преданность. Больше никто после вас с ним искренне и преданно себя не вел. И днем, и ночью, во все сезоны года он пробовал найти похожую на вас. Но у него не получалось. Стоит ли вам? Вот вопрос, стоит ли. Но у него вот эта борьба добра и зла, она продолжается. Так что качели-то у него в жизни продолжаются. Он может вас опять использовать. Вот по карте символ он опять может использовать вас. Какой совет? Еще да тут карта. Я еще третий орешек возьму здесь. Вот этот третий орешек. Итоги совет карт. Ну, если вы не хотите, чтобы он вас опять, вот эту золотую клетку поместил. Это для некоторых девочек проиграется. У кого он, в общем-то, разрабатывал неплохо, но жить с ним было невозможно. Или же кичился, что будет там зарабатывать. Клетка была совершенно и не золотая для некоторых проиграется. Ну, вот он хотел вами управлять. Вот это патриархальный этот строй. Ну, понимаете, вот иногда он вот туповат был. И вас это очень злило. Он был туповат. И пытался там заработать, где заработок невозможен был. Там, где вас обижали его родственники, он не защищал вас. Он туповато себя вел. И тут же еще и получал. У некоторых проиграется, что еще и получал. Ну, вот смотрите. По этому третьему раскладу можно делать вывод, стоит ли вам возвращать отношения. Потому что он будет, наверное, пробовать. У многих проиграется, что он будет пробовать. Как-то незаметно выйти с вами на связь. Как бы случайно, да. Он будет пробовать проявить себя. У некоторых проиграется. Даже сказал бы у многих, что скоро он попытается себя проявить. А у некоторых, что нужно будет какое-то время, чтобы прошло. И вы удивитесь, как он постарел. Как он еще поглупел больше. И вы вообще далеко впереди его. Вот нет смысла даже. Потому что вы далеко впереди его. Вы удивитесь, что он вот какой был. Все это время, пока вы не виделись. Вот такой он и остался. И для вас это будет очень удивление большое. Что вы не рассчитывали, что человек внутренне думает, что он поменялся. Вот он себя видит одними глазами. А на самом деле это совершенно другая действительность. У него в глазах он воин, он герой. Он вас достоин теперь. Это какой-то самодур. А на самом деле он постарел, потупел. Еще более такой вот упрямый стал. Еще вот все черты, которые у него были, когда вы с ним вместе жили, они усугубились. А вы как выросли. Вы как повзрослели. Многие из вас даже заработали какую-то финансовую независимость и свободу. Так что расклад вам предлагает, если он выйдет на связь, а у многих такое может быть, что он выйдет на связь, или случайно с ним встретитесь, сделайте соответствующие выводы по этому раскладу. Не торопитесь с ним начинать отношения. Не давайте ему второй шанс, а присмотритесь к нему. Потому что вполне вероятно, что вы удивитесь сами, как он… Вот нет в нем того, что вы представляли себе, да? А наоборот, он как бы не оправдал ваши надежды, можно сказать. Ну вот выйдет на связь, и девочки, посмотрите, проигрался этот расклад, и каким образом проигрался. У некоторых много проиграется, у некоторых только фрагментами. Но важно, что всем вам поможет посмотреть, насколько вы выше его, насколько вы прыгнули вперед, а он остался сзади вот в этой борьбе в низкой энергетике. Ведь энергетика страха, зависти, борьбы, там настаивать на своем, самодурство — это всё же низкая очень энергетика. Он остался в этой низкой энергетике. А вы прыгнули вперед. Так что, конечно, вам решать интересно, посмотреть на бывшего. Интересно, вот я знаю тоже, вот интересно, вот молодой человек когда-то даже за мной ухаживал там 30 лет назад. Мне бы интересно было, как он сейчас живёт. Просто вот чисто спортивный интерес. Всё. Только в картах можно посмотреть. Часто невозможно связаться. Вы даже не знаете, где он и как там с ним. А может, вы недавно расстались, пару месяцев или год или сколько. Вот за этот год вот так он опустился. Вы должны знать, что вы выше сейчас его. И если он выйдет на связь, присмотритесь к нему, посмотрите, не торопитесь делать выводы, не торопитесь ему ничего позволять. Потому что по этому раскладу я вижу, что он ещё вот в этой низкой энергетике находится. На той волне, в которой вы расстались, эта низкая энергетика, которая давила вашу пару, она сейчас ещё с ним прибывает. Прибывает. Он мало на ошибках научился. Хоть он может и говорить много красиво. Он может говорить, что он поменялся, он другой. Но знаете, разговоры с делами у него и раньше расходились, а сейчас тем более, он вообще трус по жизни. Понимаете, с ветряными мельницами-то он герой бороться. А с настоящими демонами, да, своими демонами, у него их полно, своих демонов, или чтобы вас защитить. Вот там он, конечно, не герой, там он сразу в кусты прячется. А вот реальность, нужно же в реальности жить, да. Так что он здесь не герой, он пока ещё не осознал, да. Вот он пока ещё не поднялся на вот этот новый осознанный уровень. У него, к сожалению, пока ещё этого нет. Так что я вот это вижу, девочки мои дорогие. Я вижу, что вы вообще молодец вообще во всех отношениях. Понимаете, красавица, умница, трудяшка, молодец во всех отношениях. У вас ещё будет герой вашего романа, с которым вы будете строить своё счастливое будущее. Это 100%. Ну, этот человек, ну, появится, хорошо, посмотрите. Просто интересно, конечно, узнать, как бывший живёт. Это очень интересно. Когда-то же вы вкладывали энергию в эти отношения, правда? Поэтому интересно, как бывшие живут. Когда-то вы в него вкладывались, вы много ему отдали своей энергии. Поэтому всегда интересно, как бывшие живут. Это для вас оберег. Вы красавица, умница. У вас дела пойдут. Вот здесь финансовая свобода, здесь красота, здесь омоложение организма, сильный иммунитет, здоровье. И найдётся человек, если сейчас нет у вас, может, есть у вас уже такой, с которым вам хорошо. Но вот здесь найдётся человек, с которым действительно вы будете на одной волне. И где будет в радость жить, и в радость планировать на дальше. И не будет больше этих вот разборок, непонятных, недомолвок, этой всей ерунды, от которой вы устали. Но про бывших мы думаем, потому что в них мы вкладывали энергию. А энергия, она же так просто никогда не бывает. Она не проходит просто так. Раз энергию мы вложили, энергия, она переходит в другое состояние. И это состояние, может быть, тоски, грусти, обиды. Так что вот такие расклады, они исцеляют душу. Это на мой взгляд тогда. А девочки, я только по комментариям узнаю, как у вас всё проигрывается. Оставляйте комментарии, пожалуйста. Я всё-всё читаю всегда. И пусть у вас всегда будет очень всё хорошо. Я знаю, что будет всё замечательно у вас. Ставьте лайк или дизлайк. Оцените мою работу, пожалуйста. Это хорошо для вас, это проявление эмоций. А я знаю, что мы с вами обязательно и очень скоро увидимся. Желаю вам счастья. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.